Я уже поле присаживаю, я зовут Виталий Кушун. Если знаете, есть экстрим-программинг, а это экстрим-спикинг. Я на самом деле ехал, ну такая маленькая короткая предыстория. 10 дней назад пришло приглашение на фейсмейкер, я думаю, приеду, послушаю, с людьми пообщаюсь. Окей, подписался, поехал. Неделю назад, слушай, будешь спикером? Буду, у меня темы нету. Ладно, придумал тему, там в программке где-то есть, я там последний должен выступать. И вот буквально час назад про Hadoop расскажешь. Ну, расскажу. Я не знаю, то есть презентацию видел полчаса назад первый раз, так что если я буду лажать там, ну, что такое. Окей, Apache, Hadoop, MapReduce. Собственно, парадигма модели вот этой программирования. Зачем она нужна вообще и как с ней работать? Так, на high-level очень. Глубоко копнуть времени не хватит точно. Так что будем разбираться хотя бы концепция. Итак, ну, пару слов, да, зачем, ну, нужен ли он вообще кому-то, да, вот на проекте. Вот есть вопрос, ну, Hadoop, там, Big Data, об этом все много говорят, но не ясно, ну, нужно это или нет. И очень классное сравнение недавно услышал. Hadoop — это как большой тягач. Если вам нужно перевести всего пару мышков картошки, то вам хватит одной тачки. Тягач вам не нужен. Вы его пока заведете, вы спалите там соляры больше, чем, ну, чем та картошка стоит. То есть, Hadoop нужен для реально очень больших данных. То есть, когда у вас обычные базы данных, никаким тюнингом, никакой оптимизацией, никаким расширением там мощности сервера вам уже не помогают. То есть, тут нам приходит... Ой, я опять нажал. Первый раз ушел стрим кольца. Окей. То есть, парадигма какая, да? Когда у нас не хватает железа, ну, физически, чтобы обработать данные, да, можно их пытаться распоролелить и разбить на разные машины. То есть, раньше была такая парадигма, как распределенные вычисления, да, кто знает. Когда мы брали, у нас есть данные, хранились у нас в одном месте, и мы использовали ресурсы, удаленно отсылали другим машинам данные, посчитали мне вот это и отправляли им данные, да. Но такая парадигма с большими данными тоже не работает. Почему? Потому что нам каждый раз нужно все равно все это лежит на одной машине, она все равно одна это читает, ей это нужно отправлять по сети, это валит сеть, это валит, ну, как бы, дисковую под систему, и с очень большими данными и такая парадигма не справлялась. Поэтому Google, ну, сейчас это курирует Hadoop Apache, да, но первые попытки с этим справиться были у Google и довольно успешные. Они придумали другую парадигму. Когда мы все эти данные не храним в одном месте централизованно, мы их раскидываем по разным серверам, по кластеру, да, размазываем, причем избыточно. То есть у нас файл, да, допустим, файл у нас весь 100 гигабайт. И Hadoop говорит концепция такая, что мы создаем файловую систему распределенную, то есть, по сути, она лежит поверх обычной Linux-овой, там, файловой системы, x3, x4, то есть, ну, неважно. Получается, что у нас есть файловая система, поверх нее еще одна файловая система, но она написана так, что она является распределенной, и когда мы кладем через Hadoop утилиту, да, в файловую систему этот файл, он на самом деле нарезается на блоки, она конфигурируется, ну, обычно это либо там 64, либо 128 мегабайт каждый блок. И вот эти блоки, ну, более-менее равномерно пытаются распределиться на весь кластер. Ну, даже если у нас в кластере всего одна машина, то все равно файл разобьется на части по 64 мегабайт. Вот. И идея какая? В том, чтобы мы обрабатывали эти данные, чтобы каждый нод, да, кластера, считал свою часть отдельно, то, что мы можем посчитать. Потом какие-то промежуточные результаты отправлял на мастер нод, и тот уже досуммировал, ну, там уже какой-то маленький, более-менее загруппированный объем данных. То есть так у нас и посетим эти данные, и тягаим туда-сюда, и используем максимальные ресурсы. То есть, ну, это как бы high-level, да, то есть, ну, как оно на практике, так, что вам тут написано? Терабайты данных, распределенные вычисления. А, да, что еще? Бывает намного выгоднее поставить 10 дешевых машин, чем одну дорогую. Причем эти 10 дешевых будут работать, обрабатывать данные быстрее, чем один дорогой сервер. Ну, это, ну, просто такой экономический драйвер, да, для того, чтобы начать его использовать. То есть, когда мы, нам не хватает, когда мы уже обретим свой большой, там, сервер уже очень сильно, он у нас уже весит, там, не знаю, полтонны и стоит, как полтонны золота, ну, нам это невыгодно. Так, о том, что определенная файловая система, только что сказали. И да, практически skillability идет почти линейная. Да, ну, как бы, для чего она вообще-то, она не подходит для таких проблем, в которых имеет значение порядок данных. То есть MapReduce Paradigma, она больше предназначена для таких алгоритмов, в которых, в принципе, не важно, в каком порядке хранятся данные. То есть, что можно было бы обработать эти данные по кусочкам. Например, посчитать сумму, посчитать средние какие-то значения. То есть, когда мы каждую отдельную часть можем предварительно посчитать отдельно, независимо от остальных частей. Вот для таких алгоритмов это как search, обычный sort, индексирование данных, поиск средних, максимальных, минимальных и тому подобных вещей. То есть, для этого эти алгоритмы работают. Ну, почему не работают алгоритмы, связанные, когда нужны все данные, понятно, да? Потому что у нас всех данных нет в одном месте. Мы их не можем получить, они у нас размазаны. Так. Ну, собственно, Hadoop — это набор таких вот фреймворков, да? Это даже целая экосистема. Включая файловую систему, обработчики, управление, балансеры разные, MapReduce, JobTracker и TaskTracker. То есть, оно все балансируется автоматически. То есть, мы не смотрим, какие файлы куда нам раскидать по кластеру. Это все происходит автоматически. Мы об этом не думаем. Мы не думаем о том, что… Мы не думаем о том, что… Мы не думаем о том, что будет, если у нас упала таска на каком-то отдельном ноде. То есть, нас это не волнует. Почему? Потому что фреймворк сам увидит, что она упала и перезапустит ее. Если он не сможет запустить ее на одном пластере, он ее запустит на другом пластере. Ну, собственно, для этого делается избыточное хранение, когда каждый файл хранится на нескольких машинах на самом деле. То есть, он мало того, что разбивается, еще каждый кусочек копируется на несколько машин. Ну, сколько копий мы этим можем управлять? Обычно это по дефолту, если не ошибаюсь, это 3. Это считается более-менее достаточно и устойчиво. При условии, что у нас машина находится далеко от другого. Мы можем, если хотим, увеличить это число. Уменьшать не рекомендуется, потому что меньше 3 уже считается плохо. Такая вот проблема, что в результате чем мы жертвуем? В paradigme MapReduce нам приходится для простых каких-то задач писать несколько больше кода. Во-первых, нам нужно разбить этот код на разные участки, на разные стадии и как-то с этим работать. Об этом дальше будут примеры кода. Оно как бы несложно, но чуть больше, чем пришлось быть, если бы данные у нас лежали в одном месте. На основе Lisp что-то было. Inspired. Будем считать это первый фолк. Мы подходим к понятиям MapReduce. Что такое Map? Изначально у нас есть кусочек файла, который лежит на отдельном ноде. Map — это самая первая таска в MapReduce, которая начинает работать, вступает в действие. То есть, когда мы пишем программу, мы пишем MapReduce, пакуем это все в драйвер и запускаем на Hadoop. Hadoop что делает? Он берет TaskMap, который мы написали. Рассылает его на все data ноды, на slaver, которые у нас чиненные машины. И он выполняет вот этот кусок кода относительно тех данных, которые у нас лежат в этом файле, в этом кусочке. То есть, Map, представляете себе что? Он задает на выходе такую мапу, ключ-значение. Ну вот, собственно, почему и называется Map. Допустим, если мы считаем, грубо говоря, самый простой пример, который рассказывают везде на всех конференциях, где угодно, это WordCount. Ну, грубо говоря, у нас есть большой текстовый файл, там сборник сочинений, там, не знаю, кого-то там участвует. Кого там участвует, Шекспира, да? Все произведения Шекспира, там огромная папка с кучей файлов. Вот ее кладут на Hadoop, да, на HDFS. Она размазывается по кластеру. И дальше что делать? Map. Он берет свой кусочек файла, да, у него там попалось свои вот эти 64 мегабайта. И он пишет след. Ну, каждое слово, ну, все одно зависит, но вот в примере с WordCount у нас будет следующее. Мы берем слово, строим такую мапу. Слово и единичка, слово, единичка, слово, единичка, слово, единичка. То есть мы каждое слово проставляем int значение 1. То есть на каждый раз, когда мы это слово видим, мы ставим единичку, типа мы его встретили. Дальше, ну, пропустим, там еще есть межуточные фазы. На входе получается reduce, которая находится на мастерной. Она получает уже слово, ну, допустим, если у нас есть карта, да, вот ключ, допустим, у нас слово. И все значения, которые у нас были в value, да, в этой мапе, он получает лист, список. И все, что ему остается сделать, это взять вот этот ключ и суммировать вот эти все единички до числа. И мы, по сути, получим количество, сколько раз это слово встретилось нам в этой папке с этими всеми произведениями. Ну, это так, на high-level сейчас чуть-чуть, тут какой-то другой пример был. Ну, я уже рассказывал другой, сейчас попробуем посмотреть на том, что я рассказал. Вот что у нас, так, внизу, да, это оказается pointer. Да, смотрите, вот у нас, по сути, вот это вот кусочки, ну, не кусочки, так, как бы, кластера, вернее, сервера, ноды, на которых, на каждом из которых часть HDFS находится, вот этой распределенной файловой системе. На нем лежит вот этот файлик, который мы хотим анализировать. Что происходит? Мы получаем на выходе вот map, да, вот у нас отрабатывает task map, мы получаем вот слово и там, ну, допустим, слово, допустим, a, да, то есть артикль. Он может, на самом деле, встречаться и здесь много раз, и здесь, и здесь, и здесь. То есть у нас получается много раз вот эта вот мапа таким вот образом. Дальше идет, ну, сейчас я подробно не буду рассказывать эту фазу, но тут, на самом деле, происходит шок. Тут у нас есть по умолчанию обычно это все делается, да, но мы можем свое написать. Каким образом мы определяем все эти записи, в какой редюсер пойдут, ну, то есть, получается, мы формируем еще вот этот shuffle, так называемый, да. Потому что редюсер у нас тоже может быть несколько, он не один. Мы количеством редюсеров мы можем управлять. Вот, по умолчанию он один. Но мы можем распараллелить, я бы сказать, коду будет сделано больше редюсера, например, 10. И тогда что получится на выходе, да? Вот это какое-то определенное количество мап попадет в редюс. Ну, в данном случае у нас здесь три редюсера. И в итоге, ну, они сначала отсортируются, здесь они уже будут в отсортированном порядке, во-первых. И во-вторых, в значении уже будет лист вот ключей отсюда. И когда отработает редюсер, он запишет это все опять на HDFS. Ну, на самом деле это одно и то же, просто чтобы показать, что мы какое-то другое в новое место записали. То есть новая папка, опять же, она хранится на HDFS, на этой распределенной файловой системе. И вот эти данные в данном случае запишутся в три файла. Что мы будем с ними делать дальше? Ну, другой вопрос, да? У нас просто будет файл, в который будет ключ-значение. Допустим, слово A встретилось 5000 раз. Слово M, еще сколько-то там, слово gamlet 500 раз. Если бы это был один редюсер, здесь мы получили бы один файл. Обычно на этом не заканчивается. Почему? Потому что, вот если мы в данном случае, если мы получили ускорили, получили три файла, да? Работать с ними неудобно, мы захотим сделать еще один MapReduce Job, который склеит эти файлы. Или как-то их пересортируем по-другому. Например, в порядке того, насколько часто слова встречаются. То есть самое часто встречаемое, редко встречаемое. Поэтому обычно программирование MapReduce Job это построение GoFlow из MapReduce Job разных. Иногда это один, несколько. Так, what you have to do. Вам нужно установить кластер изначально, то есть на несколько машин. Сколько, то есть вы уже смотрите сами. Дальше, закинуть данные на HDFS. После этого у нас могут быть в данном случае, по умолчанию, вот когда мы работаем, мы забираем разные типы входных файлов, да? Можем писать собственные форматы. Если у нас формат файла, с которым мы работаем, ну какой-то наш собственный, да? Мы не будем работать с ключ-значением или еще как-то. Мы можем написать свой собственный формат, вернее, драйвер, который будет работать с нашим форматом файла. Мы можем написать драйвер, который будет в нужном виде разбивать этот файл на строке. То есть алгоритм мы сами определяем. Все эти вещи есть по умолчанию. И на самом деле в библиотеках Hadoop есть уже довольно много реализованных уже заранее форматов входных-выходных, сплиттеров. Уже есть готовые MapReduce, ну, MapReduce. Обычно MapReduce — это отдельный класс, который реализует определенный интерфейс. Так, ну, что, собственно, надо сделать, да? Мы закинули данные и написали MapReduce, сплаковали его в один jar-файл, написали команду Hadoop, jar, какой-то jar имя класса драйвера, входная папка — выходная папка, то есть откуда мы берем данные и куда нам положить данные. Все. Больше мы ничего не делаем. Оно ушло на кластер и дальше этим управляет JobTracker. Это компонент Hadoop, который раскидывает потом данные на TaskTracker, который находится на DataNode. Важный момент. Да, тут еще важный момент. Hadoop старается запускать Job, да, раскидывать, скейдывать их максимально близко к их расположению. Ну, вот именно данных. То есть у нас какая-то часть данных лежит на одном ноде, да? То есть он будет стараться запустить именно Job именно там. Ну, могут быть проблемы. Могут быть проблемы, потому что у нас там ProServe смог запуститься или еще что-то, а данные, в принципе, доступны. И тогда он будет стараться найти ближайший кластер, да? Он, собственно, хранит статистику скорости обмена информацией. Будет запускать в кундекластере, где ему будет максимально близко получить по сети эти данные. Ну, периодически, то есть часть данных все равно приходится в некоторых случаях обмениваться по сети, но не так много, как если бы отсылались полностью все данные. Это, ну, там, доли процентов. Вот. Как это происходит в такой диаграмме, да? Вот у нас есть файл, да? Ну, либо там набор файлов, да? У нас будет сплит на вот эти блоки. Мы запускаем, получается, MapReduce Job через мастер. То есть мы обращаемся, на самом деле, через master node. Мастер нод скедулит таски, MapReduce, ну, самостоятельно. Мы об этом ничего не знаем. Но мы получаем, то есть мы флоркаемся на вот эти процессы, чтобы получать статистику, да? Мы можем, ну, если вы запустите в командной строке выполнения вот этой жопы, MapReduce, он, когда будет выполняться, он будет показывать, что он запустил процесс. Что там ID процесса такое-то. Он будет показывать статистику, что у нас мэпер выполнило столько-то процентов, редюсеров столько-то процентов. То есть, ну, именно для этого мы как бы подсоединяемся к вот этим процессам, чтобы, ну, все это можно было контролировать. То есть, ну, посмотреть, что, возможно, что-то зависло, или, ну, когда, да? Долго. Либо оно рассчитается, но долго. Вот. Чтобы мы понимали, что происходит, ну, как бы самый простой способ, ну, просто посмотреть на экран, что он там выводит в статистике. Вот. Итак. То есть, он заскедлил работу, мэпы что-то посчитали, сделали промежуточные мэпы, их заскедлили на редюсер-таски, и они уже в итоге написали данные в другие файлы. Или в файл 1. Опять же, важный момент, если мы делаем чейн, да, то есть, ну, несколько мэппедюс-джобов подряд, то в любом случае они между вот этими мэппедюсерами все равно будут записываться на GFS. Это сейчас, ну, одна из проблем, ну, текущих вот именно мэппедюс-концепта. Ну, поэтому, скажу вам честно, да, вот мэппедюс, да, о котором я сейчас рассказываю, от него уже уходят по чуть-чуть. Вот, но, как бы, все равно очень много работы уже на нем сделано, и важно понимать саму концепцию. То есть, ну, то, что я вам рассказывал, оно не совсем бесполезное, да, на нем ничего. Ну, просто есть очень сложные какие-то, ну, алгоритмы, для которых вот это не подойдет, да. Мэппедюс, он отлично, на самом деле, я повторюсь, отлично работает для таких простых алгоритмов, как сортинг, разные агрегации, поиск и тому подобные вещи. Ну, я еще... Вопрос? Да. Получается, редюс-фаза, она идет после его фазы? Да. То есть, воркеры не могут быть переиспользованы? Конечно. Ну, то есть, эти левые и правые, это могут быть одни, три, два. Ну, я имею в виду, два, три. Ну, во-первых, что ты имеешь в виду воркеры? Ну, воркеры, как я понимаю, отдельная машина, классик? Да, обычно это машина, но на самом деле, даже внутри одной машины, вот мэп, ну, по умолчанию, ну, не по умолчанию, у тебя как будет? У тебя, может получиться так, что, допустим, у тебя 1000 блоков, да, файлов, а машин у тебя всего 100. И получается, что у тебя, ну, там, в среднем, там, плюс-минус, у тебя по 10 блоков одного файла будет на одной машине. И мэпов запустится ровно столько, сколько у тебя вот этих блоков. Если у тебя на одной машине 10 блоков, у тебя запустится 10 мэпов на одной машине. Ну, и, собственно, их всего запустят 1000, но по 10 штук на каждую машину. То есть это как 10 процессов? Да. Они отдельными процессами запускаются. То есть, получается, левый процесс СНРУ, а правый лоргер появится, да? Ну, они саптуют, когда знают, что для него уже готовы все данные, то есть, ну, то к этому шаплу. Ну, а там теж нюансы, что, как бы, мэпери, что может дань собирать, а дьюсеры уже начинают их обрабатывать. Они очекаются, где это готовы дань, как они актуруют за потоком. Не совсем так. Скажем так, получается, Hadoop может знать, что для конкретного... У него есть функция, которая сплиттер, вернее, не сплиттер. Сплиттер здесь работает. Здесь работает партишнер. Здесь работает партишнер. И Hadoop знает, что, согласно вот этому партишнеру, то есть, он получил уже все данные. То есть, если он понимает, что здесь у него есть уже все эти данные, он может стартовать, ну, получается, уже какой-то конкретный редьюсер. Но мы не обрабатываем все данные, повторим, что... Меньше всего, практически ему дали все входные данные обработаны. Но сколько входных данных богат, то возникает проблема, власне, тричасовых файлов. Оскільки мэперы копируют все входные данные, просто обрахованы, и строится ОД-перегрузка дискового простора. Да. Получается, да. Вот еще один момент важный, действительно. Вот эти промежуточные данные, они хранятся не на HDFS. Вот эти промежуточные данные, их, получается, джобы, они их сохраняют на локальной файловой системе. То есть, где она запустилась, туда она и сохранила. Ну, да, но там есть небольшой overhead. Ну, получается, что то в чем? Что, если он знает, что конкретный файл уже закомплитанный, то по нему пошла... Ну, это тоди блок, тоди, оно получается... Там, по-моему, какие-то блоки. Просто, наскільки я знаю, Amazon даёт специальные ТП-инстансы виртуальные, которые уже имеют свою, ну, например, HDFS, ну, нахватывающую систему, распудиванную. И другие не треба падатись, поднимать ходу, поднимать ноды и тому подобное. А, власне, нет травла, что, типа, не хватает места, и они мусят их скидать дальше. Да, вот этот эластик мы придем, да? Да, да. Ну, тут, понимают, где их сблигать. Получается, что редюсеры не простоюют, а працуют мапперы и... Да, есть разные подходы к этому, когда они устраивают его сразу в поток. Ну, есть. Ну, в простом виде, как бы, просто сейчас, ну, развариваем парадигмы, тут сейчас просто нюансы, мы сейчас слил в глубинце, мы можем совсем не успеть. Я, кстати, не знаю, сколько там времени осталось. 20 клин. 20 клин. 20 клин. Камань. Так. MultipleReducers to setup. Speedup work. Ну, об этом я уже говорил, да, так мы можем несколько редюсеров сделать. Каждый редюсер делает свой собственный отдельный output файл. Сколько у нас редюсеров, столько у нас файлов на выходе будет. Да, вот это вот у нас тут тоже промежуточные мэпы, да, они у нас определяются метр-редюсерами. Да, обычно, то есть по умолчанию у нас балансировка, ну, получается, данные, которые пойдут в редюсеры, да, по дефолту, если мы не определяем какой-то отдельный партишнер. По дефолту он работает на хэш функции, да, то есть он смотрит на сколько у нас всего редюсеров есть, разбивает у нас количество ключей и, зная количество редюсеров, строит хэш и просто там по диапазонам потом просто разбивает на редюсера. Это мы можем поменять, мы можем написать собственную функцию там балансировки, если мы видим, что что-то плохо, либо наоборот у нас там какие-то хитрые, если мы хотим, чтобы у нас там, ну, грубо говоря, бывают случаи, когда мы хотим построить отдельный файл на каждый, например, месяц, да, у нас данные за год, и мы хотим, чтобы данные там по одному месяцу у нас попали в один файл, по другому в другой, тогда мы построим функцию вот этой балансировки распределения, вот этот партишнер, мы его построим на базе, ну, как раз таки, месяца, хотя ключ, ну, может быть, совершенно другим. Ну да, то, о чем я говорил, то есть, ну, обычно у нас файлы, ну, они могут уменьшаться, если это просто сортировка, они останутся такими же, либо даже некоторые файлы могут увеличиваться в размере. Но очень быстро работает, если мы на этапе мэпа получаем, ну, склопываем каким-то образом данные. То есть так мы довольно быстро будем работать с этими данными. Так, да, о чем я говорил, мэридюстаски могут быть склеены вместе. Обычно, ну, можно писать, конечно, это какими-то скриптами, да, то есть, каким образом мы это склеиваем. Но есть более цивилизованные методы, есть такая туза, называется УЗИ. Мы прямо на XML пишем такой flow, какие джобы, какие мэридюсты джобы мы должны выполнять, в каком порядке, что с входа одной передавать на вход другой, что мы делаем в случае ошибки, то есть, мы можем какие-то там выполнить какую-то другую джобу, там, например, какие-то запейленные данные собрать куда-то еще от Гразилии. Ну, то есть, вот это все конфигурируется в таком XML файле, ну, я сейчас не покажу, презентации этого нету. Но есть разные тузовины, которые позволяют это делать, как бы, в общем, в визуальном редакторе. Мы просто тягаем квадратики, то есть, джобы, там, со стрелочками. В общем, намного удобнее. Так, тут история. Ну, тут рассказывается, кто первые начали использовать, там, Facebook, Yahoo, другие ребята интересные. Hadoop 2.0. Что такое Hadoop? В принципе, вот все, что я рассказывал, да, оно больше не стало. Hadoop 1.0. Что появилось в Hadoop 2? Ну, если внимательно слушали, у нас все шло через Master Node. И в таком случае, если у нас очень много таких вот вещей, которые должны запускать много джобов разных, а джоб будет столько, сколько у нас кусочков файлов, то узким местом становится именно вот этот Master Node. И в конечном счете, если у нас очень много данных, либо очень много серверов, вот если мы поставили действительно очень много серверов, там, допустим, стеки 10 тысяч, 20 тысяч серверов, и очень много данных, и мы активно их используем, то Master Node обычно ложились, то есть при больших нагрузках он просто не справлялся с этой работой. Hadoop, ну, то есть, как оно работало, да, через Master Node оно работало сразу напрямую с HGFS и пропускало какие-то джобы. Hadoop 2.0 решили немножко решить проблему по-другому. У них есть, как бы, так называемый name node, да, то есть, как бы, тоже он вроде главный, но он уже не руководит, как бы, всем вот этим процессом распределения задач. Он выбирает, ну, там есть еще ресурс, ну, сейчас, чтобы не углубляться, так, на каждой ноте еще поднимается, так называемый ресурс-менеджер, да, ярмар. И у этого ресурс-менеджера он знает, насколько загружена машина, сколько на ней данных, сколько процессов поднято, сколько памяти свободной, сколько не свободной, сколько, ну, в общем, как он может с этим всем справляться. И тогда, получается, выбирается как мастер-нодом, да, для каждой конкретной MapReduce джобы отдельная машина случайным образом из класть, ну, не случайно, там, менее загружена. Дальше та машина уже сама распределяет джобы, ну, вернее, свою джобы делит на таски и таски распределяет внутри кластеров. То есть мастером в данном случае не является ни один нод конкретно, то есть если у нас много MapReduce джобов, то мастер может быть находиться где угодно на этом пластере. То есть это немножко разгружает мастер-нод, и таким образом мы уже не упираемся в проблему, когда у нас слишком много пластеров, ну, слишком много нодов в пластере. Почему? Потому что теперь мастер-нод не должен хранить всю информацию, да, то есть по всем, а только по тем, на которых у него есть запущенные конкретные таски. А кто их контролирует, эти мастер-нодные задачи? То есть мы, когда запускаем задачу, то сами... Вот как раз вот этот ресурс-менеджер, этот Ярн, от второй версии, и он, получается, вот этот процесс, он контролирует ресурсы, ну, свои собственные и там другие, то есть он, как бы, отвечает за то, чтобы высвободить память там, запустить там, очистку памяти там, если что надо. Ну, короче, как-то вот так вот. То есть если раньше этим всем занималось, сколько бы ты ни запустил джобов мэйпродюсерских занимался, ну, как бы, один сервер, то сейчас для каждой последующей джоба выбирается, ну, там, из пластера, где угодно он может быть. То есть мастер-нод один? Да, есть такой, как бы, name-note. Да, есть такой мастер, який там выражает... Ну да, типа СО. А как говорится сбор данных, таких мастер-нод? Ну, например, я как-то себе уявляю, то есть это будет как-то сделано, да, то есть я мастер, я мастер, я мастер, и я приседание на веб-карбюсер, так скажу, да, потому мастер отрожил, попрямок седания, жил. Не-не-не, они наверх не придется. Ситуация какая, да, то есть мы отключаемся к вот этим процессам, то есть клиент получает информацию, статистику, да, ты имеешь в виду? Да. Он получает статистику непосредственно уже, ну не с того мастера, он получает непосредственно с того нода, который обрабатывает информацию. То есть name-нод только дает информацию по имени, ну, он хранит информацию по тому, кому он отдал, типа, роль мастер-нода, да, тот в свою очередь отдает только имена машин, да, назад, и клиент непосредственно получает уже информацию напрямую с тех машин. Но данные, ну, большой результат, да, не статистика, а, например, результат, она уже сохраняется на HDFS. Да, там есть, там есть, ну, не скажу там какой у них, ну, регламент общения, да, но они точно общаются, потому что, собственно, вот эта архитектура была разработана для того, чтобы понимать, где у нас менее загруженные сервера, а где более загруженные. Мало того, они даже собирают статистику о том, какие ноды работают медленно. Если какой-то нод работает медленно постоянно, его такой бан-лист заносит внутренне, да, и, ну, если он действительно тормозит работу, как бы, то, ну, его могут вообще исключить и там выдать какой-то алерт, там админу, да, посмотри, что там в чем проблема, и не запускать на нем job. Мало того, job'ы еще запускаются, есть такое, так называемое, speculative execution, да, то есть job'ы запускаются еще, одна и та же map task'а может запуститься сразу на нескольких местах. То есть, дальше, job tracker смотрит, что, допустим, одна уже выполнилась, он вторую удален нагрохать, не дожидаясь, пока она завершится. Ну, опять же, это влияет на статистику, что в следующий раз, скорее всего, он будет там первую запускать, ну, там это. Ну, это тоже настраивается, насколько мы хотим сильно, да, то есть балансы такими коллективными запусками, ну, что, с одной стороны, мы понимаем, что таким образом мы получаем, вроде бы как, более-менее наилучший, наилучший результат, но, с другой стороны, мы все-таки загружаем систему. Ну, тесты гонять, типа, сможет? Ну, то есть, ну, как бы, сейчас, ну, вся вот эта экосистема, она, в нее очень много контрибьютает, но она, вот некоторые моменты все еще сыроваты. Ну, поэтому, как бы, некоторые вещи получаются таким обыжным путем, то есть, ну, запустил, посмотрел, это вот не работает, это медленно работает. Там, попробовал, там, на другую стратегию перейти, стратегия не подошла, а вот сменил фреймлор какой-нибудь. Ну, как-то так оно. Так, давайте чуть-чуть. Так, ну, собственно, да, вот это, ну, такой, кто хвостит вообще этот проект, да, кто за ним следит, это Apache, то есть, ну, здесь ссылочка корневая. С нее можно черпать документацию, там, под Apache Hadoop, там, на самом деле, куча софт, ну, подпроектов, которые являются частью экосистемы Hadoop, плюс еще инкубатор, в котором развивается тоже, там, немеряно проектов, но их не всех, далеко не все Apache включают в стандартную экосистему. Ну, какие, смотришь, действительно полезные, там, новыми контрибьютами, большая поддержка, там, ну, в частности релизы, там, и приносят, действительно, какой-то benefit серьезный, они проводят ревью этого кода еще дополнительно, ну, там, из инкубатора подается заявка на это, они проводят ревью. Если все окей, там могут быть после каких-то, там, изменений, которые они учли, там, после ревью, они могут включить это уже, ну, в себе корневую директорию экосистемы Hadoop. Ну, в чем еще одна проблема Hadoop, вот так вот с нуля, да, вот если мы захотим, так вот, взять, пойти на Apache, скачать себе всю экосистему Hadoop и самостоятельно вернуть на кластеры, ну, я ни разу этого не делал, честно, и, ну, в ближайшее время у меня такое ощущение, что и не хочется, да, то есть бить на это, там, месяц-другой, потому что, действительно, ну, иногда это даже человек, который имеет опыт, иногда у него это может занять, там, несколько недель просто сконфигурировать кластер, вот именно установив между собой все компоненты Hadoop, вот так, чтобы они работали. Поэтому появились компании, то есть, ну, понятно, что если это проблема, то она очевидна для всех, да, и вот люди, у которых получилось настраивать Hadoop, они решили, а почему, ну, я его настроил, да, он отлично работает, я его сохранил как виртуал. На основе этих виртуалов, как бы, посоздавались отдельные целые компании, да, которые, там, настраивают, там, виртуалки с Hadoop'ами, самые известные это Cloudera и Cortonworks. Ну, идея в чем, что мы можем скачать просто виртуалку, или несколько виртуалов, как я видел, пластер. И оно, в принципе, уже прямо вот при первой загрузке из коробки, оно уже работает. Мы уже прямо вот так вот можем поднять его и запускать там какие-то жопы, заливать на Hadoop данные. Оно работает из коробки. Понятно, что там некоторые моменты придется допиливать, ну, но оно хотя бы работает. Если экономит, то оно по меньшей мере месяц работы. Так. Там, кстати, стоят классные штуки, вот, как Apache Hue. Это вообще такой, ну, Cloudera Manager там есть. Вот Cloudera Manager, это, как бы, система, такая, web-based, которая можно просто кликая мышками добавлять там новые ноды из таких же виртуалов. Они, как бы, поднимаются, работают, ну, и согласно. Ну, смотреть статистику, как они работают, нагруженность. Ну, еще какую-то информацию полезную получает они. И там Apache Hue, это вот именно работа, ну, можно следить, какие у нас конкретно выполняются жопы, да. Какие таски на продюсерские. Сколько они там потребляют памяти, на какой они стати. Тупо продолжать по HDFS-системе. Да, как будто бы она не распределенная, а вот в папке мы видим, у нас внутри такие байлы лежат. То есть, ну, то есть очень много полезных вещей, которые работают из коробки, ну, таких всяких плюшек, вкусностей. Ну, у Cloudera, правда, там есть еще Enterprise-версия платная. А, ну, а вот это все бесплатное. Ну, то есть, вот это вы можете качать, оно бесплатное. То есть, зашел на сайт, скачал тактоп, работает все из коробки. Cloudera, есть на Enterprise-версия. Ну, там какие-то фичи у них именно по конфигурации, дополнительные истории конфигурации, от бэкапа конфигурации, откаты, туда-сюда. Ну, плюс поддержка. То есть, поддержка, если причем какие-то проблемы, там, круглосуточная поддержка. Сколько я стою, не знаю, но... Таким образом выглядит из коробки виртуалка Картинбургса. То есть, она говорит, какие версии у нас стоят в основных компонентах. И, ну, кстати, вот есть еще у нас... Пик, хайв... Кстати, почему я говорил, что сейчас стараются уйти от MapReduce? Да, почему? Потому что есть пластиковые задачи. Ну, вернее, даже есть такие вот... Про задачи чуть позже есть вот такие штуки, как пик и хайв. Это такие очень high-level tools, которые помогают обращаться к данным, которые у нас лежат на UTFS, написав SQL-запрос. Ну, тот же хайв. То есть, что он под собой имеет? У нас мы обращаемся к файлам, как к табличкам. Мы можем джойнить данные, мы можем группировать их. Ну, как в SQL мы это делаем. Ну, синтаксис там практически очень близок к стандарту. И он под собой сам собирает Map-ы, Reduce-ы, драйверы. Собирает Jack-и, отправляет их самостоятельно, выполняет. Строит цепочки из MapReduce-джопов, если нужно. Ну, и вам статистику, так же самое, все это вывозь на экран, чтобы вы запустили несколько вариаций MapReduce-джопов. Ну, очень удобно. Экономит часы, просто часы программирования, потому что написать там, например, join на MapReduce-е. Ну, опять что-то удовольствие. Ну, отмазить его. Ну, приятнее написать там SQL, но он сам все это сделает. Пик. То же самое High-Level, только такой более скриптовый язык. Кому удобнее писать там на скриптовых языках, чем на SQL-based, ну, тем пик. Ну, сейчас еще появилась классная штука, которая есть в CloudDare. Это CloudDare, ну, CloudDare, собственно, написала Impala. Кто слышал, она под собой не имеет MapReduce-ов. У нее собственный какой-то движок обработки. Я не знаю, как именно она обрабатывает, да? Но даже то, что мы написали на Hue, ну, я вот на этой неделе баловался, ой, Hue, на Pi, то, что отрабатывало минуту, CloudDare обрабатывает за пол-три секунды. То есть у нее какой-то другой совершенно движок работы с данными, который очень быстро работает. И следующее обеяние новое — это Spark. Здесь презентация про это не написана, но только в чем. У нас бывает, ну, вот видели, как стриминг API в 8-й Java. Вот приблизительно вот в таком ключе, пишутся запросы Hadoop на Spark. Архивали Spark для Hadoop? Да. Штука в чем? Что, ну, вот когда у нас есть цепочки, мы приедем в жопу, у нас проблема в чем? Мы загрузили данные, обработали, выгрузили на пайловую систему. Опять считали, обработали, выгрузили. Это дорогая операция. За счет вот этого стриминга API, да, как вот в Java 8-й, то есть мы на Spark можем написать таким образом, что мы данные обрабатываем потоком. То есть мы сначала их там подгружаем, суммируем, там еще что-то, перейдем в следующее, там фильтруем, там uppercasing, например, или еще что-то. И оно один раз считывает, прогоняет через всю эту цепочку обработок, и потом один раз выгружает. На этом экономим много времени. Плюс на обычном стандартном MapReduce у нас не работают такие алгоритмы, как Machine Learning. Когда нам нужно нейронную сеть обучить чему-то. Ну как происходит алгоритм обучения нейронной сети? Мы берем нейронную сеть, загружаем какие-то входные данные, там корректируем коэффициенты на перцептеронах, связях. И этот алгоритм нам нужно повторять миллионы раз, пока сеть научится работать самостоятельно. Запустить MapReduce в жопу это дорогая операция тоже. Нам нужно склепать джарник, запустить его. То есть то, о чем я говорил, если нам нужно перейти в мешок картошки, то нам подойдет тачка, потому что просто сделать запрос в файл, в котором всего одна запись, тоже займет 30 секунд. Что к миллиону записей, что к одной записи. А обучение нейронной сети это по сути маленькими порциями, но много циклов. И в стандартном подходе это не работает. Поэтому для таких вещей подходит больше Spark. Так, файл браузер, то есть мы можем браузер по нашему HDFS. То есть мы указываем... Да, тут есть примеры, как выглядит мэпер. Как я говорил, мэпер у нас expandedMapper. Это у нас параметры, что у нас на входе, что на выходе. В текстовом файле, если мы читаем текстовый файл, обычно это offset. То есть по строчке мы читаем offset и строчка данных. И дальше у нас есть ключ и значения на выходе из мэпа. Пишем мы их в контекст. Есть такой у нас контекст. Ключ и значения. То есть здесь какой-то алгоритм. То есть мы реализуем метод map, который мы должны реализовать. Здесь у нас string tokenizer идет. То есть мы отбиваем строку на слова. И передаем слово плюс единичку, как я говорил, для нашего wordCounter. Дальше у нас есть reducer, который на вход получает ключ и лист значений. То есть через этот iterable мы можем просто пройтись и просуммировать все значения. Ну и записать ключ плюс результат. Ну это сумма. Хорошо, коротко. И так выглядит драйвер. Собственно, с методом main. То есть здесь мы конфигурируем непосредственно нашу job на produce. Устанавливаем и кто не является самим драйвером, кто является мэпером, кто является редюсером. То есть задаем типы выходных значений. Для мэппера и для, собственно, всей дроби в целом. Дальше мы просто запускаем этот jar, закидываем через Hadoop утилиту. Hadoop jar. Передаем вот этот jar. На входе мы передаем два значения. Это in и out в папке. То есть откуда он будет читать данные и куда записывать. И еще какой-то, вернее, мэп. А, это следующий мэп, о чем я говорил. Следующая job, которая потом сортирует эти данные. Ну, там у меня уже много времени заканчивается. То есть презентация у вас будет, вам всем дадут доступ, посмотрите там. В принципе, должно быть понятно. Опять же, вот мы конфигурируем сам. Ага. Вот мы опять конфигурируем, допустим, запускаем. То есть у нас ссылки на ресурсы. Hashtag.com, да, есть. Hashtag.com, да, есть. Hashtag.com, да, есть. Hashtag.com, да, есть. Hashtag.com, наверное, популярный сервис. Ну, спасибо. А там, если есть вопросы, ну, так вот. Вот, я так выяснялся полоком. Давайте закрепляем. Да, давайте вопросах. Там еще есть пару минут. Надо осмыслить просто. Ну, что я думаю, что Виталий будет. Пусть не заберем. Пусть не заберем. А презентация, надеюсь, на них все учасники, через эти переглянки и тюрелы тоже вам будут доступны. Тому, подякуем Виталию. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ